Привет, друзья! Давайте признаемся себе в том, что у всех бывают такие ситуации, когда вы не совсем поняли или не расслышали, что сказал собеседник, особенно если это носитель языка, который говорит очень быстро и непонятно. В такой ситуации стратегия «улыбаемся и машем» может часто вылезти нам боком. В лучшем случае мы не в тему ответим на заданный вопрос, например «Where are you from?» «Yes». Что еще хуже, мы можем полностью потерять нить разговора и кивать в ответ на вопрос «How long have you been married?» Никогда не бойтесь переспросить собеседника, если вы что-то не поняли или не расслышали. Первые четыре месяца в США я только этим и занимался. Каждый день я прокручивал в голове возможные вопросы, которые мне сегодня могут задать, и потенциальные ответы на них. Но не всегда удавалось предугадать, в какую сторону пойдет разговор. И случались ситуации, когда приходилось переспрашивать по несколько раз. Так что это совершенно нормально – не всегда понимать, что вам сказали. Главное не стесняться и уметь правильно попросить повторить фразу, чем мы сегодня и займемся. Итак, что можно сказать, когда вы что-то не поняли? «I beg your pardon?» «Pardon?» или «Pardon me?» Это формальные и очень вежливые фразы, которые считаются в какой-то степени уже устаревшими, но тем не менее они все еще активно употребляются. Более нейтральный вариант – предложение «Could you repeat what you just said?» Также в любой ситуации можно сказать «Sorry?» «Excuse me?» «Can you say that again?» «Can you repeat that, please?» Например «Do you know what time it is?» «Sorry?» «Do you know what time it is?» «Oh, right, it's 10.30». Фраза «come again» употребляется в более неформальной обстановке. Так можно переспросить друзей, сверстников, одноклассников, знакомых на вечеринке. Ваш тон должен быть спокойным и дружелюбным, а интонация – вопросительной. «Have you seen her before?» «Come again?» «Have you seen this girl before?» «Yeah, a bunch of times» Также в неформальной обстановке часто можно услышать забавное слово «ха?» Оно соответствует нашему «м?» «Where did he go?» «Ха?» Бывает и такое, что вы разобрали все слова, которые вам сказали, но смысл так и не уловили. Не стесняйтесь сказать об этом, ведь культурные различия никто не отменял, и нет ничего страшного в легких недопониманиях. Можно сказать «Sorry, I didn't understand that». «I didn't get that». «Sorry, I didn't catch that». Эту фразу обязательно запомните. Это один из самых популярных способов попросить что-то повторить. Например, возможен такой диалог. «Where do you come from?» «Sorry, I didn't quite catch that». Чтобы попросить перефразировать предложение, можно сказать «Can you say it in another way, please?» Но ведь есть еще один излюбленный способ, скажете вы, и будете правы. В русском языке в любой неформальной ситуации мы можем спросить «что?». Поэтому русскоязычные люди обычно переносят такой способ переспросить что-то и в английский язык. Не заморачиваясь, спрашивают «what» в любой ситуации. Однако запомните, что слово «what» нельзя употреблять все время, когда вам захочется. Переспрос при помощи слова «what» является очень неформальным и может быть воспринят как грубость. Если вы хотите вежливо переспросить малознакомого человека, не употребляйте слово «what», а используйте упомянутые выше варианты. Чаще всего переспрос при помощи слова «what» несет в себе определенный негатив или звучит вызывающе. Например, Напишите в комментариях, злоупотребляете ли вы словом «what» и как часто вы это делаете. Не забывайте практиковаться и использовать новые выражения в зависимости от ситуации и среды, в которой вы находитесь. Надеюсь, урок вам понравился. Обязательно напишите в комментариях, какие выражения употребляете вы и какие вы запомнили из этого урока. Обязательно поделитесь этим видео с вашим другом, который тоже изучает английский язык. Если видео оказалось для вас полезным, поставьте лайк и напишите об этом. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся.